Я родилась в Алмате, в семье профессиональных музыкантов. У меня были прекрасные родители, они были очень талантливые, красивые. Моя мама всю жизнь прослужила в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая, ведущим концертмейстером. Папа прослужил в этом же театре ведущим солистом-баритоном. Ну, также он пел эти норовые партии. Они были музыкантами. Вообще, я профессиональный музыкант в третьем поколении, поскольку не только мои родители, но и мои дедушки были выдающимися певцами. Это знаменитые братья Абдулины, Ришат и Муслим. Один из них Ришат Абдулин, народный артист СССР. Это мой родной дедушка, отец моего отца. Вместе со своим братом-близнецом Муслимом, братья Абдулины явились одними из основоположников оперного искусства в Казахстане. И я нескромно замечу, что мне удается достойно нести в себе эти гены. И я очень ценю поклонников, слушателей, которые знают о моей истории, о моей семье, и которые это ценят в свою очередь. Я училась с шести лет в специальной музыкальной школе имени Куляш-Басейтова для одаренных детей. И я училась исключительно классической музыки. Поэтому моими любимыми композиторами всегда были классики. Это Иоганн Себастьян Бах, позже это был Рахманинов, Мусоргский и масса других великих имен. Но когда мне исполнилось где-то 12 или 13 лет, я начала увлекаться современной музыкой. И мне нравились зарубежные исполнители, такие как Сюзан Вега, Долореса Риордан, Анна Ленокс. Конечно, мы все обожали Майкла Джексона. На каких-то кассетах слушали Фила Коллинза, Джорджа Майкла и очень много джаз-рока. Но так получилось, что свою жизнь я связала с эстрадой, с современной музыкой. Честно сказать, я никогда об этом не жалела, но я никогда не пыталась кому-то подражать. Никогда не хотела быть ни на кого похожей. И позже я поняла, что это интуитивно был правильный выбор. Поскольку именно в эстрадном исполнительстве исполнителя делает его репертуар и индивидуальность. То, к счастью, чем я обладаю. Музикола – это было дело всей моей жизни. Это получилось совершенно случайно. Я не предполагала, что я стану эстрадной певицей, хотя петь у меня всегда получалось очень хорошо. Я училась как пианистка в баситовской школе. После я уже училась как пианистка в нашей Казахской национальной консерватории. Но когда я заканчивала школу, меня сам разыскал на тот момент уже очень знаменитый музыкант, гитарист, продюсер Улад Сыздыков, который успел проработать в таких знаменитых коллективах, как Ульдер, Арай, Алмата, Астудио. И даже участвовал в крупном проекте выдающегося композитора российского Максима Нунаевского. Когда он закончил весь этот опыт, он пришел уже к такой стадии своего творчества, что решил создать свой собственный музыкальный проект. И ему нужна была девушка, которая бы пела. А я тогда пела на свадьбах. Я зарабатывала себя тем, что я пела на свадьбах, потому что мы жили в Советском Союзе, мама с папой на тот момент уже развелись. И жили мы с мамой бедно. И вот подработка на свадьбах помогла нам жить более-менее пристойно, я так скажу. И вот кто-то из музыкантов рассказал Булату, что есть девчонка, молодая, талантливая, симпатичная. К тому же она профессиональный музыкант, она поет на свадьбах, играет сама себе на Ямахе. И он нашел меня, приехав в Баситовскую школу, прослушал, и с этого началась мюзик-кола. Мы проработали вместе с Булатом Сыздыковым 24 года. Мы дополняли друг друга удивительным образом. Это была судьба. Я уверена, что это была судьба. Булат – высокопрофессиональный, очень талантливый музыкант, импровизатор, который имел такую крепкую джазовую школу гитарную. А я – чисто классически образованный музыкант, который ничего не смыслит в джазе. И мы начали вместе сочинять музыку, и эта музыка стала нравиться людям. В арсенале дуэта Мюзикова, я вот точно могу сказать, записанных 105 оригинальных композиций. Все это мы сочиняли сами. В основном я сочиняла музыку, сочиняла тексты. Булат работал над аранжировками, над гитарными партиями. Также он выполнял функцию звукорежиссера. Вообще он был очень талантливым человеком. Несколько песен в нашем репертуаре принадлежат не нам, а другим авторам. Как, допустим, «Девочка в платьице белом», благодаря которой мы стали знаменитой. Но текст на нее писала не я, а Иркеш Шакеев. Музыку мы с Булатом сочиняли. И еще пару песен. В основном все было написано нами. Я всегда буду благодарна Булату Сыздыкову за то, что он разглядел во мне талант эстрадной певицы. Я тогда была совсем молодой девушкой, мне было всего 16 лет. Когда судьба разлучила нас, а точнее нас с Булатом разлучила смерть, мне было уже 40 лет. Это была целая жизнь под названием «Мюзиколы». Вместе мы сочинили много музыки. Самое ценное, что эта музыка жива до сих пор. Эти песни любят зрителей. Потому что я до сих пор выступаю на сцене с теми песнями, которые были сочинены 20-25 лет назад. И, конечно, мы объездили очень много городов, очень много стран. Мы повстречали на своем пути массу интересных людей. И самое главное, что мы были близкими друзьями, мы были не просто коллегами. Булат был единственным человеком в моей жизни, с которым мне никогда не было скучно. Потому что он был уникальным музыкантом, очень талантливым. Человеком с очень тонким чувством юмора, очень образованным. Высокоинтеллигентный был человек. И мы, что греха таить, мы говорили на одном языке. Мы мыслили в одном направлении. И когда в один момент его не стало, а случилось это практически на моих руках, в моей жизни случилась, конечно, страшная трагедия. С тех пор прошло уже 7 с лишним лет. Я живу без него. А мизиколы больше нет. И когда люди мне говорят, а что ты не возьмешь другого гитариста и работай дальше? Вы знаете, незаменимые люди есть. И один из таких людей это был Ацестыков. После его ухода во мне образовалась бездонная дыра. Огромная пустота, которую, к сожалению, уже никогда ничем не заполнить. Булац Ацестыков увез меня в Россию, в Москву, где я приняла в 1993 году участие в конкурсе «Утренняя звезда». И мне посчастливилось занять гран-при. После этого мы стали записывать свои песни в студии Аллы Пугачевой в Олимпийском. Потом уже Булац собрал свою собственную студию, где мы работали. И мы переехали жить в Москву. Мы прожили там 10 лет, проработали. И я считаю, что очень успешно. Это был самый пик популярности мизиколы. И в начале 2000-х, а точнее в 2005 году, мы приняли обоюдное решение закончить свою творческую деятельность в России и вернуться домой в Казахстан. Поскольку шоу-бизнес в России на тот момент уже стал полностью продюсерским. И не имея контракта, ты уже не мог возможности ездить на гастроли, выступать и быть в телевизоре. Но контракты, которые нам предлагали, а предлагали нам их немало. Они все подразумевали очень жесткие условия для артистов, прежде всего. И поэтому мы приняли решение. Конечно, оно удалось нам непросто, потому что переезд в Москву и становление там, это было непросто, это было очень сложно. Музыканты поймут меня, те, кто прошли через это. Но мы добились популярности. И я сказала Булату, знаешь что, пора нам переходить уже в какой-то свой период стабильности. Поскольку популярность – это отдел молодости. Мы на тот момент уже не были очень молодыми. Мне было 30 с лишним лет, а Булату 50 с лишним лет. И было это, конечно, нелегко, но тем не менее мы собрали свою студию, собрали вещи, вернулись в Казахстан. И зато, выступая на концертах, мы делили свои гонорары 50 на 50. А имея бы контракт в России, мы бы делили 20% на двоих, а 82% давали продюсеру. Я думаю, что любой композитор, автор песен скажет вам то же самое. Хиты никогда не рождаются специально. Они рождаются совершенно случайно. Просто на тот момент, когда родились самые знаменитые песни-музикалы, это «Девочка-платьица белым», это «Певица и саксофон», «Арман Жолдар», «Ай-ай-бэ-пим», «Я не забуду тебя», «Шаги у порога» и многие другие, которые стали знаменитыми, настоящими визитными карточками коллектива. Тогда мы были молоды, мы были вдохновлены, и мы каждый день что-то писали, сочиняли. И единственное условие для того, чтобы песня имела шанс достичь сердца слушателя, все-таки вот это, по моему субъективному мнению, она должна быть прожита тобой. Дело в том, что я автор, который пишет и музыку, и тексты одновременно. Поэтому мои песни все повествуют обо мне. Все, что вы слышите, это все моя жизнь, просто отражающаяся в песнях. Их много, и если их все прослушать, можно сказать, «Ах, ты что, влюблялась 150 тысяч раз? Ах, у тебя там было столько мужчин?» Да нет, ни в коем случае. Просто, понимаете, сам объект, допустим, восхищения или вожделения, о котором поется в песне, он не имеет никакого отношения к этой песне. Самое главное – это вот эта возможность и способность автора прочувствовать и передать это зрителю, чтобы он хотел это слышать. Поэтому что-то специально не сочинялось? Нет. Все сочинялось проживаючи. Батархан Шукенов был выдающимся музыкантом. Он был человеком, поцелованным Богом. Он был суперзвездой казахстанской эстрады, и он был действительно национальным героем. С его уходом мы все осиротели. Я считаю, что на данный момент нет в Казахстане певца и музыканта такого уровня. Есть молодые, талантливые, новые, другие, но вот такого, как Батара, я не знаю, скорее всего, уже и не будет такого. Он не был мне близким другом по той причине, что он был старше меня намного, и он близко дружил с Булатом Сыздыковым еще со времен Арая, позже Астудио. И Булат познакомил меня с Батаром. Я, конечно, восхищалась им как музыкантом, мы дружили и как люди, но я всегда соблюдала субординацию. Идея спеть вместе принадлежала ему. Он позвонил однажды Булату и говорит, давай что-нибудь сделаем вместе, я хочу с Каринкой спеть. Ну, давай. И Булат сказал, Карен, надо написать какую-то песню, которая подходила бы именно для исполнения дуэта. Я сказала, хорошо, я подумаю, и улетела на курорт. И безумно там влюбилась. Вот честно скажу, я смутно помню, в кого это было очень давно, более 25 лет назад, на заре туманной юности. Но там со мной произошла история, которая вылилась в песню. И все, что поется в этой песне, все было мною прожито. Где-то вдали от столицы бархатный пляжный сезон. Над морем кружили птицы, казалось, все это сон. И сердце боялось остановиться, когда закружил ее в танце он. Чувственно пела певица, нежно звучал саксофон. И те молодые люди, которые выбрали для себя творческие профессии, это люди, конечно же, особенные. Творческие люди вообще особенные. Они очень легко ранимые. Они не такие, как все. И, конечно, большинство из творческих людей, и молодых, и не только, мы все амбициозны. Мы хотим достичь успеха. Поэтому тем молодым творческим людям, которые только начинают свой путь, я хочу пожелать только одного. Никогда никому не подражайте. Это не приведет к успеху. В лучшем случае вы станете солистом кавер-бенда. Самое сложное, но самое ценное на сцене, на современной эстрадной сцене, это быть самим собой. Мне это удалось. Надеюсь, что вам тоже удастся. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.